Здравствуйте! Не так срочные и неприятные новости с официального сайта Arambler Finances. Путин ввел налог для самозанятых. Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о введении налога для самозанятых граждан в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях, сообщает Интерфакс. Соответствующие уведомления опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. Закон был принят Госдумой 15 ноября и одобрен Советом Федерации 23 ноября. В этих четырех регионах с 1 января 2019 года в качестве 10-летнего эксперимента будет действовать налог на профессиональный доход для физлиц, которые получают доход от своей деятельности, при этом не имеют работодателя, наемных работников или работников по договорам. Размер налога составит 4% для физлиц и 6% для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Режим налога для самозанятых можно будет использовать тем физическим и юридическим лицам, доход которых не превышает 2 миллиона 400 тысяч рублей в год, то есть это 200 тысяч рублей в месяц. Индивидуальные предприниматели могут считаться самозанятыми гражданами, если их деятельность не требует обязательной регистрации. То есть нотариусы, оценщики, адвокаты и медиаторы не смогут воспользоваться налогом на профессиональный доход. Граждане, перешедшие на экспериментальный режим налогообложения, освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц НДФЛ в отношении доходов, полученных от профессиональной деятельности. Также они не уплачивают НДС, со исключением ситуации при ввозе товаров на территории Российской Федерации. Плательщикам дано право уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в добровольном порядке с ограничением максимального размера таких взносов. Лица, перешедшие на данный режим, получают право на уменьшение налога на сумму налогового вычета в размере не более 10 тысяч рублей. Пожалуйста, пишите ваше мнение по поводу того, что Владимир Путин ввел налог для самозанятых. На самом деле возникает очень много вопросов, как же они будут безработных идентифицировать и отличать от самозанятых. То есть в миг в России все безработные превратятся в самозанятых. И вместо того, чтобы им выплачивать какие-то субсидии, наоборот, с них будут взыскивать какие-то штрафы и налоги. На самом деле очень абсурдная ситуация в стране, потому что все мы знаем, что пятый год подряд падают доходы населения. Несмотря на то, что из голубых экранов нам кричат о том, что экономика России не то, что встала с колен, она стремительно идет вперед. По факту мы знаем, что растут только наши с вами расходы и налоги. К сожалению, доходы падают, зарплаты падают. Вопросы по поводу трубоустройства, к сожалению, открыты и очень сложно найти работу даже 30-40-летним, не говоря уже о тех, кому ближе к 60-ти. К сожалению, вот новая еще реформа, пенсионная реформа, которую ввели правительство России, вводят с 2019 года, приведут к тому, что, например, мужчины, которых сократили в 62-63 года, они останутся без средств к существованию. Пенсию получать они не будут. Соответственно, не будут у них денежных средств. Но в то же время и на работу устроиться им будет крайне и крайне сложно. Учитывая то, что на сегодняшний день даже 40-50-летним весьма сложно устроиться на работу. Обязательно пишите ваше мнение в комментариях, подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе всех самых последних и интересных событий. Давайте вместе с вами почитаем несколько отзывов наших с вами соотечественников. Итак, Железный Капут пишет, но вот, а вы, патриоты, так возмущались кричалькой харьковских футбольных фанатов. Нет, не будем это читать. Митрих пишет, а перед выборами перекал, как перекал, что о народе он заботится, что поднимет благосостояние россиян. На самом деле президент обещал, что он будет поднимать благосостояние россиян, будет заботиться о пенсионерах. А после выборов, после очередных выборов, ныне действующего президента, все пошло как-то не так, как планировалось и, во всяком случае, как нам преподносили и как нам обещали. Оказалось только нескольких россиян, которых он освободил от налогов, так как эти миллиардеры терпят огромные убытки от санкций. После такой брехни за этого вруна уже никто не проголосует, потерял рейтинг НИР Уинтуса. Ну, на самом деле мы видим, что правительству и президенту просто наплевать на наше с вами мнение. К примеру, пенсионная реформа вызвала просто огромный резонанс по всей стране. Миллионы наших с вами соотечественников выходили на митинги, требуя пересмотреть и не вводить реформу о повышении возраста, так как люди, долей третьей населения России попросту не доживают до пенсионного возраста, а после того, как повысят эту планку, уже более, почти половина или более половины не смогут получать пенсии, доживать до пенсионного возраста. Нам иногда рассказывают, что некоторые страны вообще не выплачивают пенсии, или в некоторых, также нам рассказывают, что в большинстве странах, европейских странах, пенсионный возраст давно повысили. Да, это да. Пенсионный возраст повысили, но почему-то члены нашего правительства забывают о том, что в Европе люди доживают до глубокой старости, 80-85 лет, в то время как в России средний прожиточный минимум составляет чуть более 60 лет. Соответственно, получать пенсии смогут только лишь половина наших с вами соотечественников. Также почему-то члены правительства забывают говорить о том, что пенсионеры в Европе, получая пенсии, полностью обеспечивают и себя, и коммунальные услуги, и могут себе позволить путешествовать по всему миру. Но мы-то с вами знаем, что на 8-20 тысяч рублей пенсионеры еле-еле сводят концы с концами в России. Соответственно, они не могут себе не позволить не то, что там приобретать какие-то дорогостоящие товары, а уж тем более путешествовать по миру. Да и по России тоже мы знаем, что из одной точки в другую в России стоимость билетов может составлять несколько десятков тысяч рублей. Все, что творится, к сожалению, это все против народа. Нам рассказывают, что наши враги сидят в Соединенных Штатах Америки, загнивающая Европа якобы наносит нам удары, но по факту, по народу наносят удары члены правительства. И это очевидно. Потому что повышение пенсионного возраста, налоги для самозанятых, повышение НДС, это, естественно, это все ударит по нам с вами. И поверьте, причина не Соединенные Штаты и не Европа. Это все делает наше правительство. Итак, Звездочка пишет, все бы это прокатило, но одно но. Где же необлагаемый минимум? Если человек подработал пару тысяч, и мы самому мало, а тут еще и государство с ложкой, тем более они перед нами не отчитываются, и нас не спрашивают, куда наши налоги девают. Поэтому этот закон несправедлив, и его в таком виде подписывать, это расписаться в своей никчемности. На самом деле, мы ничего не подписываем, и у нас ничего не спрашивают. Подписывает президент, собственно говоря, он уже подписал, он принял этот закон о налоге для самозанятых. Тем самым, одной росписью пера он превратил всех безработных в самозанятых, которых обязал выплачивать в казну определенное количество денег. К сожалению, куда деваются деньги из пенсионного фонда, из бюджета? То, что выводятся в офшоры миллиарды, к сожалению, правительство даже этим не интересуется. Никого не сажает, мы даже не видим, не знаем, кто куда вывел. А наши с вами гроши правительство готово считать, пересчитывать и забирать практически все. УАФ пишет, самое страшное, что даже если им удастся забрать у нас все деньги, то им все равно не хватит и будет мало. Тогда они заберут наши души. К сожалению, да, мы видим, что аппетиты членов правительства и чиновников просто безграничны. Кострой пишет, Путин один из лучших правителей России за все времена ее существования, здоровья ему и долголетия. Денис Ступилин пишет, если б не Путин, то америкосы б отобрали у народа России нефть и газ и другие ресурсы. И Россия б скатилась в такую же нищету и разруху, как и на Украине, в Грузии, Словении и Ирландии. Ну да, особенно в Грузии, где нет ни газа, ни нефти, ни лесов. Тем не менее, есть закон и порядок. Или в Словении, или в Ирландии, или в Европе, в которой нет ни нефти, ни газа. Или в Швейцарии, где НДС 7,7 и государство почему-то хватает членов правительства. А здесь членам нашего правительства мало оказалось 18% НДС, они повышают до 20%. Сергий Ускац пишет, сначала развалили страну, а кто сам сводит концы с концами, плати налог. Как народ посмел еще жить в своей стране? Непорядок. На самом деле, нам рассказывают о том, что заботятся о благосостоянии народа, но по факту мы видим, что все законы против народа. Александр Иванов пишет, спасибо всем, кто за него проголосовал. Иначе пропали бы мы все вместе, а новый налог спасет нас и наших чинушек. Но чинушек, безусловно, спасет и олигархов. Варилий пишет, ВВ разводит кройлоков, Димон уточек, все при делах. Андрей Леточенко пишет, вот же парадокс, в Канаде за нефть население еще и деньги платят. А тут конституционно, вроде как, недра населению принадлежат. А в карман приходит, идет только приближенным. А для населения налоги, пенсия, переход по коронам, что дальше? Когда же в России будет нормально для всех? Верните мне мою страну из СССР. Газ, нефть, мергоценные металлы, лес и многое другое вывозят за кордон, за бесценок. Европа живет, а здесь пашешь, как мол, и выживаешь. И, к сожалению, с каждым днем становится все хуже и хуже. Пишите обязательно свое мнение и подписывайтесь на канал «Здесь говорят правду».